Баню вам обещаю. Баню вам обещаю Александр Беглов начал предвыборную кампанию газеты Коммерсант с Петербург номер 232 от 17 декабря 2018 года, Вестейр, 12 вре губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов о намерении идти на выборы пока не говорил, но предвыборную кампанию уже начал. Еженедельно в сопровождении членов правительства и журналистов, преимущественно телевизионных, он объезжает городские районы. За предновогодней поездкой Александра Беглова в Петродворцовый район наблюдала корреспондентов СПБ Мария Карпенко. К приезду Александра Беглова на детской площадке в центре Ароньенбаума морозным утром субботы все было готово. Слева мамы раскачивали качели с детьми, справа бабушки и дедушки дергали ручки спортивных тренажеров. На авансцене под елкой выстроился актив пенсионеров. Как только на площадку вступил вре губернатора, все действующие лица его обступили. «Нравится вам площадка?» – спросил вре губернатора. «Нравится?» – хором ответили жители. Для идиллического телевизионного кадра всего доставало и так, но вре губернатора решил еще и приобнять стоящих рядом детей. Двух дошкольников в цветастых пуховиках, ростом примерно ему по колено, он привлек к себе и не отпускал до тех пор, пока не договорил. Дети смирились и замерли, устремив взгляд в пустоту. В такт своим словам вре губернатора то и дело трепал одного из прижатых к нему дошколят по плечу, отчего дошколенок слегка покачивался. Как Александр Беглов начал руководить городом, сцена, которая произошла дальше, скорее всего, готовилась для новогоднего утренника. Но, возможно, одна из мам решила, что происходящее сейчас утренник важнее новогоднего. Хотя вероятность получения подарков ниже, зато ставки высокие. Так или иначе, ребенок начал рассказывать Александру Беглову стихотворение. Что такое Новый год? Это все наоборот, продекламировал ребенок и замолчал. Молодец, что хочешь за это стихотворение? Спросил вре губернатора, наклонившись. Качели. Корзинкой, ответил ребенок. Кто-то, стоявший за спиной Александра Беглова, быстро вытащил из папки бумаг, подготовленных к объезду, макет качелей корзинкой и сунул в руки вре губернатора. Такие. Заверил он макету ребенка и объявил, через неделю будут. Тут в толпе впечатленных взрослых раздался неуверенный голос, нам бы баню. Все в один голос поддержали баню. Баню вам обещаю, сказал господин Беглов. А мы за вас проголосуем. Крикнул ему вслед председатель совета ветеранов. И хорошо, что вслед. А ведь могла ненароком поставить Александра Беглова в неловкую ситуацию, о решении баллотироваться он до сих пор публично не говорил. И тогда бы, конечно, какая уж баня. В Петергофе, куда отправился Александр Беглов следом, пожелания у людей были не столь легко осуществимыми. В детском саду, единственном на огромный квартал новостройка Александра Беглова ждала официальная делегация многодетных матерей. Одетые в платье и туфли на каблуке, они явно долго готовились к этой встрече и были настроены на серьезный разговор. Но пафос с самого начала сбила директор детского сада, отрекомендовав их Александру Беглову как наших активных мамочек. И сколько же у активных мамочек детишек? Спросил Врия губернатора, подходя к выстроившимся в ряд женщинам. Трое. Хорошо, а у вас? Двое. У вас. Трое. А у вас? А у меня нет детей, сказала корреспондент Фонтанки. Руи сделала шаг в сторону от шеренги. Уважаемый Александр Дмитриевич, начало вещь одна из мам. Мы являемся жителями этого района. Мы очень счастливы, что здесь построен этот прекрасный детский сад и что наши дети в него попали. Но попали, к сожалению, не все, опередил ее Александр Беглов. Он отошел к окну, окинул взглядом микрорайон, махнул рукой, построили много домов, детских садиков не хватает, школы нет. Как в рее губернатора Санкт-Петербурга готовят команду под избирательную кампанию, так вот, у нас вопрос. Будут ли здесь построены еще детские сады и появится ли у нас школа? Волнуюсь, решила все же закончить речь мама. С инвесторами будем разбираться. Жесткий будет серьезный разговор. Но все равно здесь будет школа. Не обещаю, что в 2019 году, но будет, сказал Александр Беглов. И чтобы неловкой паузы не повисло, сменил тему, а детские площадки-то у вас нормальные. Детские площадки превосходные, отличные, комфортные, наперебой заговорили мамы, будто выдохнув от того, что больше не надо разговаривать с таким большим чиновником о неприятном. А уборка территорий. Уборка отличная, всегда чисто, без нареканий. И вообще, мы верим, что все у нас будет хорошо, закончили мамы на совсем уж радостной ноте. Все будет хорошо, главное, побольше детишек надо. Надо хороших нам ребят и девчонок, очень нужно. Будем создавать для них школы, детские сады и высокопроизводительные рабочие места. Продекламировал господин Беглов и раскланился. Александру Беглову дадут пойти на выборы самоводвиженца и эмвриа губернатора Санкт-Петербурга. Александр Беглов внес 26 ноября в законодательное собрание города проект поправок к закону о выборах губернатора, которая изменит правила предстоящей в 2019 году компании. Их начали разрабатывать в городской администрации в конце октября, спустя месяц после назначения господина Беглова в РИА читать далее важные новости от ОФСПБ вы можете получать на. Эмейл материалы по теме, Александру Беглову дадут пойти на выборы самоводвиженца и эмкак Александр Беглов начал руководить городом как в РИА губернатора Санкт-Петербурга готовит команду под избирательную кампанию.